Азербайджанские солдаты попытались продвинуться к восточным позициям Армении, но были отброшены назад. Азербайджан установит блокпост на трассе Капан-Джакатен. Нация не может развиваться, не зная себя, Корине Акапян. Грузия и Турция проведут учения в Джавахке в армянском регионе Грузии. Бассейн Аракса, турецкое водное оружие, дополнит транспортную блокаду Армении. Бааган Тумасян – историк, разведчик, рыцарь боевого креста. Иреван Джасфест и Золотой Аврикос выступят совместной инициативой. В крепости, расположенном в историческом районе Харберт в Западной Армении, где люди начали жить в III тысячелетии до н.э., а ограды были построены во времена Араратского царства, новые открытия указали, что история крепости достигает 5000 лет. Раскопки, начатые 8 лет назад, продолжаются и сегодня. В этом году при раскопках Урардского святилища было обнаружено 20 тысяч предметов, два водохранилища и площадь около 1000 квадратных метров внутри западных стен. Среди найденных предметов есть и керамика кур аракской культуры. Наличие черных и богато украшенных сосудов позволяет предположить, что они использовались в религиозных церемониях и что история замка насчитывает 5000 лет. Конечно, мы знаем, что на равнинах на берегу Ефрата люди жили в более ранний период – до н.э. 11 тысяч лет назад. Однако эти находки в центре крепости Харберт обогатят наш список информации. Как сообщают пресс-службы Минобороны Республики Армения, азербайджанские силы пытались продвинуться на востоке Армении, на армяно-азербайджанской границе. Затем последовала перестрелка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими. Попытка Азербайджана продвинуться на армянские территории провалилась из-за ответа армянской стороны. В настоящее время российские пограничники пытаются выполнить свою роль посредника между азербайджанцами и армянами. С армянской стороны потерь нет. Западная Армения осуждает проникновение азербайджанских войск на территорию Армении. 15 ноября в 12.00 по местному времени азербайджанская сторона установит пункт пропуска на контролируемом азербайджаном участке автодороги Капан-Джакатен для проведения погранично-таможенного контроля. Об этом сообщает служба национальной безопасности Республики Армения. Соответственно, армянская сторона также установит пограничные и таможенные посты на упомянутой трассе. В то же время сообщает, что альтернативная трасса на этом участке будет готова к концу этого года, говорится в сообщении. Западная Армения осуждает проникновение азербайджанских войск на территорию Армении. На телевидении Западная Армения социолог-культуролог Карине Акапян представила роль армянской культуры в становлении государства и самопознании армянского народа, отметив, что культура – это все, что создается путем разработки. Армянский народ имеет тысячелетнюю историю не только физического существования, но и творческого. Это один из уникальных народов, которым передан этот талант. Она сослалась на национальное самопознание, посчитав необходимым подчеркнуть, что за последние 30 лет оно не было заложено в основе государственности, из-за чего сегодня армянский народ сталкивается с большими проблемами. Она рассказала об ущербе, нанесенном армянской культуре общей советской политикой, направленной на то, чтобы уравнять 15 государств по всему значению. Карине Акапян также подробно представила сходства и различия ветвей культуры, сохранившихся в Восточной Армении или других частях мира после геноцида армян, отметив, что они, тем не менее, перетерпели большие изменения, отличаясь от исконной культуры Западной Армении. Грузино-турецкие пограничники проведут военные учения в армяно-населенном регионе Грузии, в пригорочном районе Вале-Джавахка на оккупированной территории Западной Армении. Об этом сообщает МВД Грузии. Райом Вале – один из пограничных переходов между Грузией и Турцией. В учениях примет участие командование грузинских пограничников, расположенных в Джавахке, и бригады турецкой армии. Спустя год после окончания активных военных действий в Нагорном Карабахе, Иран и Армения возобновили давнее сотрудничество по рациональному водопользованию и сохранению биосферы трансграничной реки Аракс. Напомним, что это крупнейшая река Закавказья, используемая в гидроэнергетике для сельскохозяйственного и коммуникально-бытового водоснабжения с определенных районов Армении, также оккупированной Западной Арменией и северо-западного Ирана. Статья полностью доступна на нашем сайте. О спецслужбе и ее подвигах мало что говорится. Преданный сын армянского народа подполковник Ваган Тумасян, корнями из Западной Армении, один из бойцов, заслуживающих особого внимания. Известны лишь эпизоды из подробностей его службы. Но сослуживцы, преподаватели и просто знакомые отзываются о Вагне с восхищением. Он был уникален и полностью предан родине. Ваган Тумасян по профессии был историком, но позже решил стать военным. С 2007 года служил в вооруженных силах Республики Армения. Сначала снайпером, потом разведчиком. В 2020 году во время Арцахской войны он первым нашел арабских наемников и конфисковал их документы. А в Джаракане, прорвав вражескую блокаду Уралом, он спас жизни многих солдат. 20 октября 2020 года заместитель командира в войсковой части Н подполковник Ваган Тумасян посмертно награжден орденом «Боевой крест» первой степени. Президент Западной Армении Арменак Абрамян, отдавая дань памяти Вагну Тумасяну, обращается со словами признательности ко всем патриотам, которые всегда готовы защитить Родину. По его словам, благодаря этим ребятам у нас не угасает постоянный боевой и патриотический дух. Седьмой международный джазовый фестиваль Ереван Джаз Фест стартует 17 ноября. Об этом сообщает Армянская джазовая ассоциация. Ереван Джаз Фест 2021 также выступит в этом году в сотрудничестве с международным кинофестивалем «Золотой абрикос». Джазовый фестиваль будет представлен и в регионах. Совместное мероприятие Ереван Джаз Фест 2021 и Государственного камерного оркестра Армении состоится в концертном зале Арама Хачатуряна в Ереване. Государственный камерный оркестр Армении и джазовое трио Вагна Иропетяна выступят на концерте, посвященном столетию Арно Бабаджаняна. Будут звучать произведения Бабаджаняна в джазовой обработке Вагна Иропетяна. Завершится фестиваль 6 декабря в концертном зале Арама Хачатуряна концертом всемирно известного барабанщика Били Кабема и его группы. Далее для вас армянская народная мелодия. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!